Украина успешно продолжает начатое в конце августа контрнаступление. И это главный итог к 200 дню войны, говорит военный эксперт Олег Жданов. Если на 100 дней войны мы говорили, что, слава богу, мы остановили, мы даже применили такой термин, мы вытормозили российскую армию на 100 дней войны, то на 200 дней войны мы начинаем перехватывать стратегическую инициативу на линии фронта. Контрнаступление будет у нас скачкообразное. То есть по мере накопления сил и средств и по мере вычисления слабых мест в обороне российских войск мы будем осуществлять вот такие рывки по освобождению нашей территории. Один за одним ВСУ освобождают города Харьковской области. Теперь войска продвигаются на север. До выхода на государственную границу остается 50 километров, сообщил в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Накануне украинский флаг подняли над Купенском. Всего 24 февраля Украина освободила свыше тысячи населенных пунктов. В настоящий момент Украина должна быть на чеку по всей приграничной территории с Россией и Белоруссией. Кроме этого, украинская армия вынуждена оборонять побережье и территорию, граничащую с Приднестровьем. Летняя кампания позиционной войны, она дала свои результаты. Позиционная война была направлена на выснажение, на изматывание российской армии. Мы их измотали. Сегодня российской армии потери намного превышают пополнение резервов. И группировка начинает постепенно уменьшаться. Даже вот этот резервный третий армейский корпус, который они там сформировали, он не спасает положение. Наступление российских войск на данный момент продолжается в Донбассе. Здесь ситуация по-прежнему остается тяжелой. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. В Донецком регионе все укрепления, вся линия фронта не меняются на протяжении нескольких месяцев. Наибольшая угроза остается на Бахмутском направлении, Авдеевское направление. На Лиманском направлении идут периодические обстрелы. Любые действия, которые бы не пытался предпринимать враг, не имеют успеха, и он отходит на предыдущие позиции. Полное освобождение Донецка или Луганска приблизит победу Украины, считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Вот в этот момент, собственно, все и закончится. Мы сможем уже четко, математически прогнозировать, когда закончится война. Это вопрос даже не Крыма, а вопрос Луганска и Донецка. Это чрезвычайно важно. Потому что вокруг этих двух городов и построена вся эта риторика странных субъектов из Российской Федерации, которые рассказывают о какой-то бомбежке Донбасса. Что касается Крыма, который Россия оккупировала еще в 2014 году, то здесь тоже ведутся действия по его освобождению. Удар ВСУ по военному аэродрому в Новофедоровке – часть этого плана. Теперь Крыму все увидели, что кроме риторики о том, что суверенитет Украины над Крымом будет восстановлен, украинское государство обладает и реальными возможностями, чтобы освободить Крым. Начав контрнаступление на юге, Украина уже не остановится, считает Рифат Чуваров. Само освобождение оккупированной части Запорожской области и Херсонской области явится тяжелейшим поражением для России. И, естественно, это поражение приведет ко многим глубинным процессам в окружении Путина в высшем военно-политическом руководстве России. И вот эти потрясения, изменения, они приведут к тому, что Россия просто покинет Крым. По многому успеху украинской армии будет способствовать и вооружение. Безусловно, те результаты, которые контрнаступление имеет сейчас, стали возможными благодаря оружию, которое Украина получила от стран союзников. Реактивная система залпового огня «Хаймарс», снаряды «Экскалибур» высокоточные, ракеты «МГМ-88 «Харм» – они все оказывают огромное влияние на ход боевых действий, уничтожая российские системы ПВО, сплоды, технику и так далее. При этом нехватка техники все равно ощущается, считает Кирилл Михайлов. Точнее, единственное, одно из многих вещей, которых сейчас серьезно наблюдается нехватка, это именно бронированные боевые машины, артиллерия, а также такие базовые вещи, как грузовики, просто автомобили для средств мобильности пехоты, как это называется, на Западе. В значительной степени Украине помогло бы закрытие неба. Киев призывал НАТО в начале войны пойти на этот шаг. Однако это бы означало участие Альянса в войне. Решение повисло в воздухе, как и принятие Украины в НАТО. Надежда Бельская, Белсат.